Ваше внимание, главный тренер футбольного клуба «Газовик» из Оренбурга, Роберт Геннадьевич Дакимов. Роберт Геннадьевич, ваши первые впечатления о прошедшем матче, потом будут вопросы. Во-первых, спасибо всем болельщикам, потому что очень тяжелые погодные условия. И в такую холодную промозглую погоду пришло столько народа. Это очень приятно, у нас всегда приятно здесь играть. Также хочу поблагодарить болельщиков Оренбурга, которые там 20 человек, потому что они многочисленные, но тоже приехали нас поддержать. В целом-то играем для болельщиков, поэтому огромное им спасибо. Такой дальний путь проделали, чтобы посмотреть, как мы здесь выиграли. Что касается игры, погода внесла свои коррективы, поэтому мы немножко изменили и стартовый состав. По сравнению с тем, что мы готовились вплоть до вчерашнего дня, изменили немножко тактику. И отсюда, наверное, и такая игра. Мы больше играли в длинные передачи в связи с тем, что поле очень тяжелое. Больше играли вверхом. Это нам не свойственно. У нас другой футбол. Но если бы было хорошее погода, хорошее поле, мы, наверное, с одной стороны показали более качественный футбол, с другой стороны, неизвестно, победили бы или нет. А так, мы спокойно справлялись с атаками факела. Практически не создавали там голевые моменты. И то, что мы планировали, это контратаки и стандарты. У нас было полное преимущество в этом. У нас было очень много стандартов, с которых мы могли забить и в шлангу попали, и вратай выручил. Плюс были хорошие контратаки, где у нас R5 один в один выходил, Кобялка в конце пробил, и еще были моменты. Поэтому я считаю, что наша победа заслужена. Мы много для этого сделали, много работали. И в целом-то играли, ну-ка, скажем, качественнее, если можно сказать про эту погоду, про эту игру. Но мы играли более агрессивно в обороне, более правильно, на мой взгляд, и более качественно провели эту игру. В каких компонентах вы, хозяев, представители, вы сейчас сказали про стандарты, да, вот, в стандартах преимущество было? Ну, вы сами задали вопрос и сами на него ответили. Какой вопрос? В каких компонентах ваша команда превосла команду? Я только что сказал в стандартных положениях. У нас было 3-4 голевых момента в созданных положениях, при том, каких 100% плюс контратаки, которые у нас проходили, и где мы создавали моменты. Павел Путерич, ваше первое впечатление в игре? Хотелось бы поздравить команду «Газаил» с победой. Хочу сказать, что сегодня те зрители, которые в эту погоду пришли поддержать команду «Факел», я думаю, что с точки зрения результатов, разочарованы, как и вся наша команда, с точки зрения того, что они посмотрели сегодня хороший футбол в исполнении двух команд, это вне всякого сомнения. Сегодня именно две команды играли футбол. Ну, победила команда, которая более, скажу так, более опытная, вот именно более опытная. Те моменты, которые у них были, там, посылки, они их реализовали. У нас, которые были моменты, мы, к сожалению, не реализовали. С точки зрения претензий к ребятам, никаких абсолютно. Я благодарен за отношения, за качество показанной игры, но, к великому сожалению, мы сегодня уступили и прервали серию свою беспроигрышную. Ну, на этом жизнь не заканчивается, проанализируем. Есть некоторые вопросы по отдельным эпизодам, а вот так, в общем, по отношению, по качеству игры, я бы даже говорил, футболом, который сегодня команда показывала. Владимир Петрович, ну, факт, что легкая бегущая команда, сегодня было тяжелое поле, насколько оно уравняло шансы и лишило ваших подопечных своих главных козырей движения? Ну, во всяком случае, погодные условия внесли коррективы в нашу командную игру, вот именно в команду скоростную игру. Здесь, конечно, немножко нивелировалось, но я скажу, что команда «Газовик», еще раз повторюсь, что очень опытная команда, укомплектованная добротными футболистами, команда, которая меньше всех в лиге пропустила, больше всех забила, не случайно она лидер турнира. Мы хотели, хотели сыграть, и здесь немножко нивелировалось, вот именно за счет того, что у нас легкие, скоростные ребята, все, она на этом поле сложнее было комбинироваться, сложнее было вести вот именно комбинационную скоростную игру. Ну, а вот что именно не получилось? Вы же как-то ее перестроили, да? Ну, не получилось, если вы обратили внимание, я в перерыве ребятам сказал, это не получилось. У нас очень много было в первом тайме потерь в центральной части ее, в центральной части. Грешили, ну, слишком тонко пытались сыграть, обостряющие передачи от Свежова и от Бурмина в центральной части, и, к сожалению, они заканчивались не всегда, находила эта передача адресата, и мы получали ответную атаку в наши ворота. Вот этот момент немножко не понравился все. И я предупреждал ребят, что стандарты команда «Газовик» имеют в своем составе двух высокорослых центральных защитников, Андреева и Айволя, плюс полуяхтам, которые участвуют в стандартных положениях. Они сильны в стандартных положениях, играют за счет мощи своей. Все, и в первом тайме два момента Андреев выигрывал верховую борьбу непосредственно у Виталия Кашахова, который отвечал за его действия. И, собственно, первый гол, который мы пропустили, пришел со стандартного положения, с углового, не доиграл эпизод до конца Миша Багаев, который отвечал именно за Делькина в стандартных положениях. И с этого вот сложился результат матча, что они использовали стандарт. Ну, а второй мяч уже в быстрой атаке, когда мы немножко изменили, уже выпуская третьего форварда и убирая крайнего защитника, мы перешли на игру в три защитника, имея одного игрока лишнего после удаления полуяхтового. Подходы были, моменты были, но, к сожалению, мы не реализовали их. Нет у вас ощущения, что Заболотный немножко поздновато появился, когда уже времени мало-мало осталось, может быть, продавить, ну, вот уже, ну, так. Продавить в этой ситуации, мы рассчитывали, что такие погодные условия, что и уже поле уже разбито, подразбито было здесь, и на это и рассчитывали, на это. Ну, в принципе, он вышел 20 минут игрового времени, плюс добавленное, все, и там, у него пару моментов было, он сбрасывал головой, но просто дальше концу руки не было. По поводу работы судей нет у вас никаких замечаний, просто потому что видно было, что во втором тайме он сам немножко потерял, действительно, очень часто свистки шли, по сути дела, только в одну сторону. И два таких странных момента были, особенно, когда карточка Альшина, то же самое, вот, на плане непонятного, ну, и, безусловно, как-то явно было, что показалось, по крайней мере, не по воле Альбиту. Ну, я хочу сказать, что честь вам и хвала, что вы тонко так разбираетесь в футболе и задаете этот вопрос. Но я на него не буду отвечать по одной простой причине, но где-то дура истины в ваших словах есть. Есть для этого инспектор, который оценивает судейскую коллегу, и говорит о том, что судья кардинально повлиял на код встречи, я бы так не стал говорить. Хотя, ну, некоторые вопросы, допустим, у меня, ну, для себя лично, есть. Ну, это кардинально не повлияло на результат.